МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Меня зовут Марина Малиновская. Я агроном садового центра «Весна» и сегодня вновь рада вас приветствовать в нашем садовом центре. В прошлый раз мы с вами говорили о том, каким бывает посадочный материал, как его правильно выбрать. А также мы с вами посадили небольшую композицию на входе в наш садовый центр. В сегодняшней передаче мы поговорим, как ухаживать за нашей композицией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот она, наша композиция. Конечно, растения еще не выглядят очень большими, поскольку посадили мы их совсем недавно. Но чувствуют они себя просто великолепно. В данной композиции использовались растения, за которыми очень легко ухаживать. Здесь мы видим два вида туй, можжевельники, очаровательную спирею, гортензию, которая будет украшать наш цветник всю вторую половину лета, а также некоторые многолетники. Хоста, остильба, манжетка. Грунт между растениями засыпан сосновой корой, что препятствует сильному росту сорняков. А от дорожки мы подбили нашу композицию газоном. Ну, газон тоже был посеян еще несколько дней назад, поэтому он только-только начал прорастать. Но мы не останавливались на достигнутом и продолжили нашу композицию вдоль всей дорожки. Сейчас мы на нее посмотрим. Для поддержания целостности композиции мы использовали те же самые виды, которые показывали вам в прошлой передаче. Но как бы ни были неприхотливы эти растения, они все равно требуют ухода. Наверное, самое основное в уходе за растениями – это все-таки полив, поскольку без воды растения жить не могут. Это только кажется, что растение немного завяло, и ничего страшного не случилось. На самом деле, когда растение вянет, то замедляется фотосинтез, а следовательно, снижается синтез пластических веществ, так необходимых растениям для перезимовки. В результате растения хуже зимуют, выходят ослабленные после зимы и плохо растут в следующем сезоне. А если речь идет о плодовых культурах, то здесь мы не только теряем в количестве, но и в качестве урожая. Однако поливать нужно правильно. Использовать для полива лучше всего отстоявшуюся воду. Хорошо, если она у вас отстаивается в бочке, а может быть в естественном водоеме. Вода из колодцев слишком холодная, а вода из-под крана часто содержит хлор, очень вредна для растений. Поливать растения холодной водой нежелательно, поскольку при этом затрудняется поглощение питательных веществ. И как следствие, опять-таки, растения ослабевают. При поливе лучше всего использовать насадки, позволяющие получить мелкое распыление, поскольку если мы поливаем сильным напором, то вода около корней размывается. Очень важно, чтобы растения были политы достаточным количеством воды. Частые поливы небольшим количеством воды не позволяют растениям получить достаточное количество влаги. В результате получается, что верхний слой почвы влажный, а в районе корней земля все равно остается сухая, и растения испытывают жажду. Чтобы убедиться, что вы пролили землю достаточно, можно после полива немножко раскопать землю и посмотреть, пролита ли земля в корнеобитаемом слое. Однако не переусердствуйте. Болото устраивать тоже не нужно. При чрезмерном поливе почва набирает слишком много влаги. При этом кислород из почвы вытесняется, а корням кислород крайне необходим. Поскольку поглощение питательных веществ процесс энергоемкий, то корни должны постоянно дышать. При нехватке кислорода в почве начинаются процессы, при которых выделяются вещества, ядовитые для растений. После того, как мы растения полили и почва немного просохла, грунт вокруг растений необходимо порыхлить. Это делается для того, чтобы не образовывалась почвенная корка. Тем более, если грунт порыхлить, то влага испаряется гораздо меньше. Чтобы лучше сохранить влагу в почве и избежать растрескивания и образования корки, очень хорошо применять мульчирование. Как мы вам уже говорили, в данном случае мы используем сосновую кору. Точно так же можно использовать, например, газонную траву, которую вы только что покосили. При этом не только сохраняется почвенная влага, а также улучшается микрофлора почвы. Очень хорошо, если почва вокруг растений будет замульчирована. В нашей композиции, как мы уже говорили, мы использовали сосновую кору. Вообще, в качестве мульчирующих материалов можно использовать как органические субстраты, например, газонную траву, которую вы только что скосили, может быть солому, торф, так и, например, нетканные укрывные материалы. В любом случае, мульча позволяет не только сохранить почвенную влагу, а также предотвращает растрескивание почвы, стимулирует развитие микрофлоры. А если используются органические материалы, то постепенно разлагаясь, они дают дополнительное питание растениям. Конечно, есть растения, для которых влажная почва просто необходима. Например, дерен, ольха, черемуха неплохо растет на влажных почвах или гортензии. Но в нашем случае мы используем в основном растения, требующие умеренного увлажнения, соответственно, и полив должен быть умеренным. Поливать лучше всего в вечерние или утренние часы. В это время влага используется растениями наиболее полно. При поливе растений днем и особенно в солнечную погоду влага расходуется неэффективно. Тем более, что при попадании воды на листья могут остаться ожоги. Другим немаловажным моментом в уходе за растениями являются подкормки. Давайте поговорим об удобрениях. Нередко приходится слышать мнение, что удобрения в саду – это бред, что это лишняя химия, и растениям от этого только хуже. На самом деле это не так. Растения, так же, как и мы, нуждаются в питании. А следовательно, давайте рассмотрим, что для растений хорошо, а что не очень. Удобрения бывают двух видов. Минеральные и органические. Минеральные удобрения – это те удобрения, которые продаются в магазинах, в упаковках, как правило, в сухом виде. Они бывают простыми или комплексными. В зависимости от времени года растения нуждаются в разных минеральных веществах, а следовательно, мы подбираем разные удобрения. Сейчас я в руках держу селитру аммиачную. Это концентрированные азотные удобрения, которые применяют ранней весной. Оно необходимо для того, чтобы стимулировать активный рост растений. Чем раньше растения весной начнут активно расти, чем быстрее растение начнет расти, тем лучше. Ведь затянутое начало вегетации отрицательно сказывается на развитии растений. Другое очень распространенное азотное удобрение – это карбамид или мочевина. Особенности азотных удобрений заключаются в том, что они легко растворяются в воде. Поэтому вносить их можно как растворенными в воде, так и просто разбрасыванием по почве. После внесения удобрений по почве их можно либо слегка заделывать граблями, либо даже не заделывая, просто полить. Они без проблем проникают в корневой системе растений. По мере роста растений у них возникает потребность и в других питательных веществах. Как известно, существует три основных элемента питания – азот, фосфор и калий. Про азотные удобрения мы уже поговорили. Самые распространенные фосфорные удобрения, которые можно найти в продаже – это суперфосфат. В данном случае у нас двойной суперфосфат. И калийные удобрения – калий хлористый и калий серно-кислый. Принципиальное отличие этих двух удобрений в том, что калий хлористый содержит хлор, который, в общем-то, вреден для растений, поэтому во время вегетации его лучше не использовать. Гораздо лучше его вносить осенью. За зимний период хлор выветривается, а калий остается доступным для растений. Калий серно-кислый можно, не опасаясь, вносить в любое время. Однако, в отличие от азота, внесение фосфорно-калийных удобрений имеет свои особенности. Если азот, как мы говорили, легко растворяется и проникает к корням, то фосфорно-калийные удобрения растворяются с трудом. Так, например, фосфор за год перемещается по профилю почвы всего на несколько сантиметров. Таким образом, внесение его поверхностно не дает никакого эффекта. Кроме того, если мы постоянно вносим удобрения поверхностно, да еще к тому же применяем недостаточный полив, растения развивают неглубокую корневую систему. А, как известно, верхний слой почвы очень подвержен неблагоприятным условиям. При засухе он легко просыхает, при заморозках легко промораживается. Таким образом, корневая система растений постоянно повреждается. А, следовательно, удобрения нужно носить на глубину корня обитаемого слоя. Для кустарников это будет 10-15 сантиметров, для деревьев и того глубже, на полный штык лопаты. Как лучше всего вносить удобрения? Можно, конечно, сделать бороздки, но гораздо удобнее сделать несколько углублений по периметру кроны растений и туда внести, и между ними распределить нужную дозу удобрений. После внесения удобрений необходимо растения полить. Опять же, возвращаясь к поливу, надо сказать, что без полива удобрения лежат мертвым грузом, поскольку растения могут поглощать питательные вещества, только растворенные в воде. Если вы не уверены, что сможете правильно составить смеси удобрений, то можно использовать уже готовые. Ну, например, самое простое удобрение, которое существует уже много лет и наверняка хорошо знакомо всем садоводам, например, азофоска или нитромофоска. Данное удобрение содержит необходимые питательные вещества, то есть азот фосфор и калий, в равных количествах. Это удобрение очень хорошо вносить в июне, в июле. Тем не менее, равное количество питательных веществ тоже не всегда хорошо, поскольку, как мы уже говорили, за время вегетации растения нуждаются в разных элементах. Некоторые фирмы выпускают удобрения разных марок, рассчитанные и на разное время года, и для разных культур. Ну, в данном случае мы видим универсальное удобрение весна-лето, которое применяется в мае, в июне, до середины июля. Это удобрение содержит повышенное содержание азота и направлено на стимулирование роста растений. С августа можно использовать осеннее удобрение. Вот специально марка «Осень». В данном случае тоже универсальное удобрение. В этом удобрении содержание азота снижено, но зато содержание фосфора и калия достаточно высокое. А как известно, фосфор и калий способствуют хорошему возреванию побегов, закладке цветочных почек на будущий год и способствуют лучшей перезимовке растений. Также разработаны удобрения специально для разных культур. Например, для хвойных растений. Бывают удобрения специально для плодовых культур, как вот эта марка «Фруктовый сад». Также бывает для газона, для цветочных культур. Но их точно так же нужно подбирать, соответственно, с временем года. Запоздалое внесение азотных удобрений приводит к нежелательному росту. А если растение не закончит вовремя рост, и побеги останутся невызревшими, они легко повредятся даже небольшими морозами. Преимущество минеральных удобрений заключается в том, что питательные вещества поступают к растениям достаточно быстро. Но если мы хотим получить еще более быстрый эффект, лучше применять внекорневые подкормки. Данный вид подкормок подразумевает обработку растений раствором удобрений по листьям. Если мы делаем внекорневые подкормки, то мы делаем более слабую концентрацию питательных веществ, поскольку листья могут повредиться от сильных концентраций. Эффективность внекорневых подкормок видна уже в ближайшие 2-3 дня. Однако эффект их недолгосрочен. Поэтому внекорневые подкормки повторяют достаточно часто – раз в 5-7 дней. Наиболее эффективно применять внекорневые подкормки в том случае, если растение ослаблено, плохо перезимовало, повреждено болезнями. Очень хороший результат дают корневые подкормки после пересадок. Если корневая система растений повреждена и не способна в полной мере обеспечить растение питание, то, внося удобрения по листьям, мы обеспечиваем растение недостающим питанием. Конечно, если говорить о таких удобрениях, они стоят дороже, чем обычная азофоска или амофоска, но эффект от них гораздо больше. Во-первых, эти удобрения не содержат хлора. А во-вторых, что немаловажно, в них входят не только макро, но и микроэлементы. А микроэлементы так же, как витамины для нас. Без них полноценной жизни тоже не будет. Проведение внекорневых подкормок можно совмещать с обработками от вредителей и болезней. Также очень хороший результат можно получить, если в раствор удобрений добавлять регуляторы роста, такие как эпин или циркон. Мы поговорили о достоинствах минеральных удобрений, однако у них есть и свои недостатки. С одной стороны, многие минеральные удобрения приводят к подкислению почвы. С другой стороны, они не улучшают структуру почвы и не способствуют существенному повышению плодородия. Для достижения максимального эффекта необходимо сочетать применение как органических, так и минеральных удобрений. Какие же органические удобрения мы можем использовать? Давайте посмотрим. Ну что ж, поговорим об органических удобрениях. Как известно, органические удобрения – это компост, навоз, торф, сапропель. Ну, в общем, всё, что имеет органическое происхождение. Чем же хороши так органические удобрения? Органические удобрения, они не только содержат в себе питательные вещества, а также очень благоприятно влияют как на структуру почвы, так и на почвенную микрофлору, что в конечном итоге улучшает питание растений. Конечно, внося в почву органические удобрения, нельзя ожидать мгновенного эффекта, поскольку все вещества в органических удобрениях находятся в виде, недоступном для растений, и растения получают их только после минерализации. Наиболее распространённым органическим удобрением является навоз. Чаще всего используют навоз крупного рогатого скота, хотя также пригоден и конский, и свиной навоз, ну, а также и куриный помёд. Обычно навоз используют в виде настоев, которые впоследствии разбавляют ещё в 10 раз. Если используется куриный помёд, то он более концентрированный, и его растворяют в 20 раз, а можно и больше. Вообще навоз в свежем виде использовать нежелательно. С одной стороны, он слишком концентрирован, а с другой стороны, в нём нередко содержится большое количество семян сорных растений. Таким образом, делая как будто бы добро, мы, наоборот, провоцируем рост сорняков, которые очень хорошо растут на удобренной почве. Лучше всего использовать навоз, который пролежал 2 или 3 года. В этом случае мы получаем примерно вот такую вот субстанцию, которая уже больше напоминает землю, запаха навоза у неё уже нет. Вот такую субстанцию можно вносить при посадке растений, можно мульчировать почву, можно заделывать почву. То есть, уже будет от такого удобрения уже только польза. Бывают другие виды навоза. Ну, например, подстилочный навоз. В данном случае вот это вот навоз с опилками. Этот навоз ещё слабо разложился, в общем, он имеет ещё запах навоза. Такой навоз вносить под растения нежелательно, поскольку в нём содержится опилок очень большое количество. Бывает соломистый навоз, то же самое. При разложении опилок или соломы расходуется большое количество азота. И в этом случае растения азот недополучают. Опять-таки, внося навоз, мы рассчитываем получить именно азотное питание, а в этом случае получается всё с точностью до наоборот. Тем более, что при разложении опилок происходит подкисление почвы. Лучше всего такого вида навоза использовать для компостирования. В этом случае получается очень хороший компост. Однако, если соломы или опилок слишком много, то их разложение протекает медленно. Поэтому очень хорошо, если мы будем переслаивать такой навоз дополнительно зелёной травой. Другим распространённым органическим удобрением является торф. Как известно, бывает торф низинный и верховой. Различие между ними принципиально. Верховой торф – это торф низкой степени разложения. В нём можно видеть частицы растений. Он, как правило, светло-коричневого цвета. Причём, чем он светлее, тем меньше степень разложения. Как правило, это кислый торф. Хотя в промышленности выпускается и нейтрализованный торф. В данном случае кислотность этого торфа снижают за счёт известкования. Благодаря своей рыхлой структуре, при внесении верхового торфа в глинистую почву, мы получаем более лёгкий субстрат, благоприятный для роста растений. Иногда возникает вопрос, как отличить верховой торф. Отличить его очень просто. Во-первых, он более светлый. Во-вторых, имеет более волокнистую структуру. И в-третьих, если мы его берём в руки, он фактически не пачкается. Низинный торф – это чёрная субстанция, достаточно рыхлая, благоёмкая. Степень разложения низинного торфа более высокая. Внося такой торф в почву, мы не только улучшаем её структуру, но и обогащаем элементами питания. Очень часто низинный торф называют чернозёмом. Однако это ошибка. Торф, как известно, формируется на болотах. А чернозём – это определённый тип почв, который формируется при определённых климатических условиях. Часто, стремясь улучшить условия на участках, люди приобретают именно чернозём. Этого делать нежелательно, поскольку чернозёмы формируются на тяжёлых глинистых почвах. Именно благодаря глинистым частицам и недостаточному увлажнению в почве происходит накопление гумусовых веществ. Если мы чернозём перевозим в другие климатические условия, например, в Московскую область, то под действием осадков гумусовые вещества вымываются и вместо чернозёма через несколько лет мы получаем обычную глину. Поэтому гораздо лучше вносить именно чёрный низинный торф. Определить его очень легко. Это достаточно однородная субстанция, которая не содержит, как правило, растительных остатков, растительных волокон. Если мы его подержим в руках, то руки после этого становятся чёрные. Также торф хорошо использовать для компостирования. Его также можно применять как при общем улучшении почвы, так и при посадке, а также для мульчирования. Положительный эффект торф даёт не только при внесении на глинистых почвах, а также на песчаных, где повышает их влагоёмкость. Ну и, конечно, говоря об органических удобрениях, нельзя не упомянуть просто о скошенной траве, а также о настоях из трав. Не спешите выбрасывать скошенную траву и они очень благодарны. Цветки станут ярче, листья будут более насыщенными, а плоды станут более вкусными и ярче окрашенными. Начав разговор с композицией, которую мы посадили перед входом в наш садовый центр, сегодня мы рассмотрели в целом вопросы ухода за садовыми растениями. Я очень надеюсь, что мои советы и рекомендации вам пригодятся при создании сада вашей миссии. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok